Друзья, всем привет! Мы приехали в Долгопрудный. Сегодня будем испытывать катер. Катер переделали на электрическую тягу. Использовали 112-й мотор компании СПП Вэйхай с совмещенными обмотками Славянка. Это уже 7 киловатт, это уже более серьезная техника. Вы до этого могли видеть, как мы на резиновой лодке сначала испытывали 3-киловаттник, потом недавно МЧС у нас испытывало 5-киловаттник. Сегодня мы будем кататься на 7-киловаттнике и уже на тяжелой 600-килограммовой яхте. Нельзя ее назвать, на катере. Сейчас идут тестовые испытания. Только-только это все встало на воду. Настраивается контроллер, проверяется система охлаждения, проверяются механические узлы и связи, как оно все работает. Немного поплаваем, поговорим о том, где это применяется, как это используется, насколько это выгодно, экономично и, в общем, насладимся красивыми видами природы. Это, кстати, первый катер на двигателе с совмещенными обмотками Славянка. Таких еще не было. Мы раньше испытывали только небольшие надувные лодки, там алюминиевые казанки, а теперь вот полноценный катер. И вот 7 киловатт в прогулочном режиме достаточно хорошо себя ведут, хочу сказать. Комфортно, тихо, ничего не шумит, не воняет, не вибрирует. И катер идет уверенно. Одним словом, красота. В общем, лодочная тематика, лодочные моторы – это такая штука крутая. Как оказалось, оно всем надо. И вот, как вы могли недавно видеть, МЧС Обнинска заинтересовалась. Очень многие бизнесмены обращались с различных заказников, лесных хозяйств, где определенные экологические условия запрещают ездить на бензиновых моторах. Такие бесшумные электрические моторы, вот с совмещенными обмотками Славянка, очень полезны на самом деле на воде, практически во всех отраслях. Это как и рыбалка банальная, просто он не вибрирует, рыб не пугает. А вот сейчас будем мимо парусной школы проезжать для тренерского состава, чтобы он беззвучно плавал и не надрывал свои голосовые связки, там, для передачи команд, там, или наставлений. Вот для той же самой МЧС штука максимально полезная. Они, ну, при патрулировании местности, как бы в тишине и спокойствии ездят, оценят обстановку. А для рыбнадзора, чтобы беззвучно, так сказать, подкрасться к браконьерам, это вообще незаменимый вариант. Еще одно преимущество такой вот электрической лодки, электрического катера и, в принципе, электрических моторов, это в том, что можно использовать солнечные панели на воде. Есть такие рыбацкие катера, вот, например, для южных стран, они все с козырьками. Мы видели уже, как Виктор Арестов переделывал такую лодку, она была с солнечными панелями. Эта штука незаменимая в таких странах. Вы не добавляете топлива, не подплываете к розетке, она постоянно на ходу, она полностью автономная. Для таких вещей, как пассажирские перевозки, как рыболовля, там, эта штука очень крутая. Вы экономите на топливе, экономите на электричестве, у вас постоянно свободные руки, у вас лодка постоянно на ходу, заряжается от солнечных панелек. Штука очень крутая и за ней однозначно будущее. Второй год мы, получается, уже занимаемся применением двигателей с «Славянкой» для различной техники. Вот так вот в кооперации с Андреем Лобовым делали уже тук-туки, вот, картинги, мотоциклы, мотособаки. Вот сейчас лодочные моторы, техника реально ездит дальше, дольше, эффективнее. Это однозначно, потому что наш солнечный тук-тук вообще ездит только на солнечной панели, даже без батареи. Это прецедент, такого еще не было. Друзья, в общем, покатались. Проект интересный, будем следить за его развитием. Приедем обязательно, когда закончатся настройки. Покатаемся, посмотрим все технические характеристики, скорость, сколько едет на одном заряде и прочее. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok